Я приехала просто пожить, потому что у меня сейчас кочевой образ жизни, и я перемещаюсь с места на место. Пожить в Новосибирске, это значит, город наш вас устраивает? Да, он совершенно замечательный. Я очень давно хотела побывать в Сибири и пожить в разных точках. Отсюда в Красноярск поеду. Какие эмоции вызывает у вас Новосибирск? Пока восторг. А какие города еще пришли? Люди, обстановка, да, возможно, что-то, что отличает, к примеру, Новосибирск от других городов, потому что мы, понятно, этого можем не замечать, являясь коренными жителями, потому как уже приелась картинка, мы к ней привыкли. А вот ваш свежий взгляд может повернуть наше представление о родном городе в какую-то другую сторону? Ну, во-первых, у вас есть зима, в отличие от, например, Москвы, где я жила долгое время. А вас она устраивает, то есть не суровая? Да, да. Меня устраивает, когда зимой есть снег, и он белый. Это вообще отличное замечание, да? Вне зависимости от того, сколько показывать термометр. Ну, можно одеться. Логично. И не страшны морозы абсолютно. Во-вторых, мне кажется, что, когда я смотрю на то, как построен город, что это строился когда-то город будущего, какой-то огромный, прекрасный, и, может быть, сейчас все изменилось, и приоритеты изменились, но по-прежнему проступает вот эта какая-то героическая мечта. Но как приятно это. На самом деле вы абсолютно правы, потому что в планах нашего города было построить огромное количество высотных зданий. Если вы пройдетесь, вы заметите, что, допустим, будут здания, где есть такой своего рода выступ, да, и он будет окружен забором. В перспективе строительство должно было быть очень большой остальницкой высоткой, но, к сожалению, их не достроили. Поэтому вы в этом смысле абсолютно правы. Знаете, что я вас хотел спросить? Изначально вы были только как поэтессы, позиционировали себя так, да? Ну, да. Ну, и в процессе вы подошли к прозе. Просто я почему спрашиваю, в одном из интервью 16-го года вы говорили, что так несколько щептильно относитесь к прозе, но еще не совсем сформировали свое отношение к ней. На данный момент что-то, возможно, изменилось? Ну, строго говоря, я пришла не к прозе, а к драматургии совершенно случайно. То есть до прозы я так еще и не догребла, честно говоря. А ну а что касательно драматургии? Ну, мы точно уверены, что вас Дана скоро причалит, и я даже не понимаюсь в этом. Ну, и Сибири, я надеюсь, поспособствует этому. Да, конечно, так хочется прям сразу к прозе перейти. Да, у вас еще, насколько помню, спрашивали относительно драматургии, возможно, мы увидим пьесу в стихах. Такое возможно, скажите честно. Возможно, да, через некоторое время. Когда я придумаю, зачем героям говорить стихами в современном мире, обязательно. Я мечтаю, правда, написать пьесу в стихах, но пока что-то не могу придумать повода. Ну, скажите, как вы думаете, что могло бы, допустим, стать мотивацией для героя говорить именно в стихах? Вообще, возможно, у вас есть какие-то мысли именно на этот счет? Мне кажется, какая-то из ряда вон выходящая ситуация. Или проклятие наложенное, не знаю. Ну, что-то эмоционально такое должно быть, какой-то накал страстей или накал ситуации, чтобы подвигнуть. Вы часто стихами говорите. Да, да, да. Ну, периодически случается, когда мы три часа в эфире с Юлей посидим, и потом уже начинаем выдавать невольный рифм. И такое происходит периодически, да. Скажите, а как сложились ваши отношения, вообще, ваше знакомство с Атериконом? Как вы вышли? Или они вышли на вас? Как это получилось? Это же, на самом деле, достаточно почетная история. Я даже не знаю, с чего начать. А, ну, во-первых, обычно драматург, когда что-то пишет, отправляет это, например, на какой-нибудь конкурс. Вы отправили? Да, я отправила на конкурс драматургии «Ремарка», и мой текст занял там второе место. Шорт-листы конкурсов и фестивалей, типа «Ремарки», «Любимовки», «Исходные события» или чего-то такого читают обычно завлитые театров. И так получилось, что мой текст тоже прочитал Кать Купреева «Завлит за Терикона», отправил Константину Аркадьевичу, ему понравилось, он позвонил. Какие эмоции вы испытывали в этот момент, когда узнали, что теперь и сатирикон в вашей жизни, а вы в их? Я не сразу осознала. Да, это логично, логично. Это событие достойное подобных эмоций, это правда. Осознание пришло чуть позже. Мне кажется, уже на премьере примерно. Я так вошла в зал, посмотрела, он неплохой большой зал. Ну, вообще, до занятия поэзией, насколько я знаю, вы были еще концепт-художником и, собственно, иллюстратором. Ну, это, собственно, то, чем я в параллель со всем сейчас занимаюсь, это моя основная работа. То есть поэзия – это, по большому счету, свободное время? Ну, так, да, хобби. Скажите, вы по-прежнему уделяете этому порядка девяти часов? Чему из двух? Ну, я говорю именно об иллюстрации скорее. Ну, конечно, я работаю как нормальный сотрудник офисный, например, и рисую много. А вот смотрите, вы в интервью говорили достаточно интересную вещь о том, что для того, чтобы быть иллюстраторами на детских каких-то рисунках, ну, достаточно быть хорошим человеком, да? А для того, чтобы именно, допустим, писать прозу, ну, или стихотворение, связанное именно с детьми, для этого нужно иметь как минимум ребенка. И вы говорили о том, что это было бы нечестно. Как с чем это связано? Причем же в том, что нужно обязательно быть родителем, но мне кажется, что-то еще нужно для того, чтобы писать детские стихи, чего у меня пока, например, нет. Я пыталась несколько раз писать детские тексты, и они не удались. Ну, смотрите, детские тексты, вы определяете это в первую очередь как именно для маленьких детей или подростки сюда в том числе входят? Нет, наверное, в данном случае я говорю о маленьких детях, потому что, мне кажется, для подростков мои тексты уже годятся. Вот, вполне себе право. Ну, просто я почему спрашиваю, последнее произведение, о котором мы говорим, оно примерно было как раз-таки для подростков в том числе. А я бы послушала. Я бы послушала то, о чем сейчас мы с вами говорим чуть поподробнее. Да, может быть, что-то из любимого, из свежего. Ну, давайте попробуем. Я принесла два садовых текста. Отлично, давайте. Хорошо. Бонсай. Вот, к примеру, этому думу почти сто лет. Важно, сообщает экскурсовод. Бабушка гладит кудри корней бугристой рукой. Что ж он дохляк какой? Так задуманно объясняю японскими мастерами. В корзинке, допустим, кошка, геккон в террариуме. Представь, у тебя есть дуб, ручной, вот такая кроха. Не докармливают, заключает бабушка. Ну да, говорю, кормят плохо. Час еще мы гуляем под руку, по зеленому павильону. Я глазею на живописный вяз, поразительную лиану, на волшебную вишню в плошке, всю в зефирном цвету. Бабушка на горбуна, голодного, сироту. В выходные она в тоске поляну за домом косят. В понедельник утром в сберкассе. Вот не смело трогать, да видно, пора посметь. Просит выдать деньги, скопленные на смерть. И в обед на коляске брата, почившего год назад, ввозит маленький старый дуб в свой маленький старый сад. Драгоценную плошку отшвыривает сердито. Посмотри, сколько здесь земли. Небось, не видал земли-то? Как там звался стиль этих пыток? Мы им покажем стиль. Дуб приживается через месяц и начинает расти. Просыпаюсь от странных подземных толчков, подскакиваю с кровати. Свет небесный рассыпан на миллионы пляшущих пятен. Бесконечная крона укрыла город и десяток окрестных сел. Вместе бабушкиного дома, вместе бабушкиного сада. Облака подпирает ствол. На дубовом листе формата А3 записка. Здесь чудный вид. Береги себя в меру, вползай как сможешь. Обнимаю, живи. Берегу себя в меру. Вползти никак. Дуб у нас тут теперь святыня. Вокруг хороводят попы, спецкоры, менты и их понятые, биологи и туристы, русалки в зеленых побегах коз. Кстати, осенью с неба падают желуди, величиной с арбуз. Да, на момент рождения этих строк помните, когда это произошло? Помню. Кстати, как ни странно, именно про этот текст я помню. Мы с моим коллегой прогуливались по зеленой лужайке и беседовали как раз про бонсай. Про то, что, во-первых, для этого искусства нужно очень забыть себя, потому что результат через много лет. Да, да, да. А во-вторых, то, что на самом деле, это же, конечно, издевательство над деревьями. Ну, откровенно говоря. Да. Откровенно говоря. Что-то такое одновременно чудовищное и прекрасное. Мне кажется, это то, что часто становится поводом к тексту. А вообще моменты вдохновения основные с чем связаны? С прогулками, с природой, с закрыться в комнате дня на три, никого не слушать и не видеть. Где муза обитает чаще всего? Я бы не сказала, что у меня бывает вдохновение. Ну, назовем его вот так, да. Или она что-то ложится на бумагу. Вот чаще всего в этот момент что с вами происходит? Где вы? Это очень по-разному происходит. Как правило, идея появляется просто от чего-то увиденного, услышанного, подсмотренного, прочитанного. Вот. А вдохновение, ну, либо всегда есть, либо вообще не бывает. Логично. А у вас были такие периоды, когда полностью она отсутствовала? Когда я не могу писать. Бывают. Но, как правило, это связано с тем, что я очень сильно занята чем-то еще другим и думаю об этом. Первое. Областное радио.